Здравствуйте! Это Кавхаги Рефорд. Меня зовут Андрей. Мы находимся на земельных угодьях, которые принадлежат нашему хозяйству. И вот это многострадальное поле, на котором мы пытались один год выращивать суданку с козлятником. Ничего не получилось. Сорняк задушил козлятник, и козлятник был никакой. Следующий год мы здесь посеяли вековес, чтобы хоть как-то сидерировать почву, потому что было уже поздно, по-моему, так было. И потом запахали этот вековес. В прошлом году здесь посеяли озимую пшеницу, которую тоже из-за того, что засуха весенняя сильная была и летняя засуха. Вот только сейчас пошли дожди. Мы решили убрать на зеленый корм и закатали ее в в качестве сенажа пшеницу. Здесь около 10 гектаров участок такой. И после этого оно освободилось, и мы долго думали, что здесь посеять. И наверное нам как бы лучше всего показалось здесь посеять люцерну. У нас была куплена зимой травосмесь люцерна с овсяницей, ой, извините, с ежой фирмы Баренбрук. Купили мы эти семена очень дорого, примерно по 500 рублей за килограмм. И, ну, они для нас были ценные такие. Мы думали, как их посеять и где их посеять. Ну и вот, вот это поле нам как раз подвернулось. И посеяли это поле под дожди. Как раз после посева, буквально на следующий день или там через несколько дней пошел дождь. И мы удивились, что вот эти семена фирмы Баренбрук уже буквально на третий или четвертый день уже дали всходы. Ну, во-первых, семена обработаны были чем-то обработаны. Я не знаю, каждая семечка была в своей оболочке. Но это именно семена люцерны. Семена ежи были просто обычные. Вот. И может быть это дало свое. Там, наверное, удобрения, какие-то, может быть, защитные составы есть. Мы, я не знаю. Ну, вот результат вот такой. Вот сейчас я показываю. У меня камера направлена на это поле засеянное люцерной. Вот так оно выглядит примерно сейчас, наверное, уже максимум, наверное, 9-10 день после посева. Вот как оно выглядит. Сейчас я приближу поближе. Вот. А, значит, еще про посевс хотел сказать. Сеяли сейлкой СЗТ с травяными ящиками. Настраивали на норму высева около 20 килограмм на гектар. Но у нас по ходу работы клали эти бумажные ящики, мешки с семенами в ящики для зерна. И часть-часть их прорвалась. И поэтому зерно сыпалось уже через зерновые ящики там, как попало. Ну, оно-то не пропало, оно посеялось. Ну, наверное, норма высева из-за этого сильно варьировалась. Могла местами быть больше, местами меньше. После посева уже сейлкой Дима еще раз прошел это все поле штыревыми баранами. Во-первых, чтобы выровнять. Во-вторых, как бы, чтобы было уже, ну, равномернее распределить вот тот пересев или то, что получилось в связи с вот этим выпаданием семян непроизвольным. Тем не менее, после прохода даже штыревыми баранами мы сейчас увидим, что семена остались в своих рядках. То есть, вот как высевали высевающие аппараты, так они и проросли. Вот, смотрите, видите, вот, 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 вот. Видно, что по рядам идут семена. Ну, вот теперь поближе к семенам. Вот видим мы овсяница, ежа проросла, ну, то есть лаковая трава. Вот. А вот как выглядит уже люцерна. Видите, местами, вот, где пересев, уже пошли листики большие. Видите, вот так она выглядит. Вот. Это уже где-то седьмой-десятый день. Я говорю, я точно не могу вспомнить. А, ну, вспомню. Сеяли, по-моему, первого июля, сегодня девятое июля. Вот как раз так и есть. Ну, в наших краях летний сев может быть в такое время. Это нормально. То есть, 100% растения успеют укорениться до наступления морозов и не вымерзнут. Не знаю, я, мы так не сеяли люцерну. Я не знаю ее еще, ну, вегетацию, как она пойдет. У нас был опыт посева люцерны. Мы, примерно, 2 гектара сеяли, но она была очень слабая. Ну, это, наверное, вызвано семенами. Семена были плохие, поэтому такой результат. Вот здесь семена, видно, сильные, хорошие. Поэтому посмотрим. И как раз дожди проходят сейчас. Вот дожди делают такое благотворное дело. И вот так у нас сейчас выглядит поле. Ну, предшественником, как я говорил, здесь была пшеница. Ну, пшеница, она только вышла в колос. Она еще, колос не наливался. И мы ее скосили. То есть, ну, надеюсь, что почва сильно не обеднела от этого. Вот. И что будет нормально. Ну, тем более, что с удобрениями сами семена, поэтому должно быть нормально. Ну, вот так вот. Вот такой наш опыт. Я не буду рекламировать эту фирму, потому что, ну, по 500 рублей покупать семена, это очень дорого. Мы купили, потому что, ну, решили попробовать. Попробовать. Ну, какой опыт будет, я поделюсь. То есть, возможно, я не знаю, может быть, мы уже даже поздней осенью уже здесь сделаем еще укос какой-то. Ну, может, в сентябре-октябре. Но сейчас 9 июля. Значит, еще у нас, грубо говоря, почти весь июль впереди. И весь август. Ну, и весь сентябрь, можно сказать. То есть, фактически 60 дней. Ну, сколько мы смотрели, вот, от появления всходов, вегетация, 60 дней для этой культуры достаточно. Ну, вполне возможно, что мы еще сделаем один укос. Вот. Ну, у нас так, как всегда. То у нас пусто, то густо. Вот сейчас вот это, вот это поле, первый укос был травы. Мы собрали на стенаж. Это злаковое поле, которое, оно же, возможно, пойдет на пастбище. Мы в прошлом году выпасали здесь скот. Вот. Хорошо видно, кстати, если приглядитесь на видео, что желтые пятна есть. А местами темно-зеленая трава. Это Дима весной удобрял это поле. Ну, вот, как у него получилось удобрить, вот, пятнами. Вот так оно сейчас и выглядит. То есть, даже второй укос это показывает. Ну, и у нас еще сейчас на подходе поля, которые с посеянными травами века овсом. Мы тоже, опять-таки, опасаясь, что мы будем без кормов, какие-то поля, которые были не очень продуктивные. Ну, по посевам мы видели, что, ну, например, посеяли многолетники в прошлом году. Семена были старые, и схожесть плохая, и очень плохо проросло. И мы взяли тогда это поле, обработали и посеяли сейчас века овес. Вот как выглядит века овес, который, в принципе, посеяли уже около, наверное, месяца, а то и больше, может быть, назад. Видите, потому что не было дождей. Он просто сидел в земле, и все, и только сейчас начал сходить. Вот, сорняки уже какие выросли, а он вот только начал сходить, ну, только начал набирать силу. Видите, ну, он выглядит неплохо, и века даже, и овес неплохо. Овес свое возьмет, овес сильная культура. Вот, и, ну, вот, вот это поле тоже примерно 10 гектаров. И его тоже придется, наверное, примерно в том же время, когда и люцерна, уже косить. Как бы это в этом году. И, ну, корма много не бывает. Излишки будем продавать. А так, если что, то в сенаже, в пленке, они останутся у нас и на второй год. Ну, вот, вот такие дела. Кстати, вот, смотрите, видите, местами века овес вот такой. Овес, вернее, вот так выглядит. То есть, он очень большой. А местами вот так вот. Это говорит о разной глубине заделки семян. Вот. Или о том, что именно здесь попала влага, как-то получилось. Так. Ну, есть такие куртины, где овес уже довольно большой. Ну, вот так вот. Ну, хорошо. Всего всем доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok